Сейчас модно будьте генератом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Лёша и Даша, вас их накажут, блин. Сейчас модно будьте генератом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Дурнев плюс один. Украинский кинолокомотив набирает обороты. И сегодня самый неприятный телевизионный проект Дурнев плюс один на самой громкой кинопремьере 2014 года. В фильме про чертей. И нет, это не документальная лента о выпускниках профессиональных технических училищ. Вон из-за ютуби свято, Дурнев плюс один. Боже мой, первый раз в жизни я вижу это лицо. Здравствуйте. Вот так, вот лично. Я даже готовился, честно. Я готовился, про поцелуй смотрел. Как звали папу? Так, чего? Римского? Гоголя. Папу Гоголя звали Гоголь. Нет, по имени. Гоголь, не знаю. Вы смеете, что ли? Папу Гоголя. Ну, без понятия. А вы знаете? Моголь, наверное. К сожалению. Нет, эти вопросы не проходят. Нет, нет. Давайте что-то посложнее. Николай Васильевич Гоголь его зовут. Папу как звали? Василий, да? От лохи, да. Давайте тогда... О, не образованный. Можно нам до второго класса вопросы? Можно интервью с вами? Позвольте. Пока не убежали. Тратенький вопрос. Как вы думаете, долго ли будет еще эксплуатироваться схема, когда берется один серьезный актер в кино, да, и остальные набираются, ну, скажем так, ну, практически из бродячих театров, каких-то людей, которых никто не знает ни в лицо, ни... И за счет одного великого актера, да, я имею в виду Золотухина, вытягивается все кино. Паповой выкщик. В данном случае актерский состав прекрасный. То, что Золотухин вырывается, и Флеминг вырывается, это только благодаря Золотухину. Случалось ли вам делать замечание Флемингу? Нет, Флемингу я только часто снимал шляпу перед ним, как он работает с камерой. В смысле? В смысле, вы были в шляпе в таком номере? Если бы была, я бы именно снял. Я это образно говорю, да. Ты лучшая! Ты лучшая! Возьмите, что ты лучшая! Это фильм для тебя! Вы знаете, в аптеке продают воздух сжатый, и написано «Коктейль H2O», да? Или там, ну, какой-то коктейль, да? Да. Так вот, хочется, чтобы этот фильм был коктейлем для вас. Вы что-нибудь сказали? Можно мы пока с вами быстро запишем короткое интервью? Короткое. А чем? А секси? Как выстрел? А секси? Можно я секси? Вы что, пишите? Скажите, на съемках был секс? Нет. Самый короткий интервью. Тебе не кажется, что Кузьмич пьяный пришел? Ну, почему пришел? Зачем? У нас поляна так хорошо накрыта, и он уже здесь. Он уже здесь? Он уже здесь. Скажите, вот такой вот ход, да, что украинская деревня, Полтавская область восстанавливается под Прагой. Да, мы тоже все, кто приехал с Украины, команда операторская, все приехали с одним и тем же вопросом. Почему под Прагой, почему не в Украине? Этот вопрос снялся практически сразу, когда мы увидели качество работы художников и качество костюмеров, то есть чешских специалистов. Так что, получается, что чешские костюмеры, чешские художники рисуют Украину лучше, чем украинские? В Чехии это все аутентично, оно все сохраняется. У нас достаточно много еще вот такого шароварного от Советского Союза доставшегося. Дорогие телезрители, а сейчас в эфире сеанс телевизионной магии. Расслабьтесь на своих креслах и ни о чем не думайте. Абсолютно пустая голова. Ни одной мысли. Не думайте ни о чем. А теперь внимание. Быстро придумайте рифму к слову Гоголь. Придумали? Держите ее в голове. Мне не говорите, никому не говорите. Я ретранслятор. Я отправлю вашу мысль в головы людей с сегодняшней вечеринки. Итак, хотите узнать, что было у вас в голове? Гоголь-моголь. Моголь. 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 Работа антиоператской ассоциации, она в чем заключается? Заключается в том, чтобы постараться, по крайней мере, найти человек, который будет пытаться снимать фильм. А сегодня вот здесь столько людей с камерами. Как вы проконтролируете, чтобы они не сели? Дело в том, что с камерами в зал запрещено заходить. А если вот наш человек спрячет в штаны оператор себе камеру, как вы? Ее же видно будет в приборном ночного едини. Рядом с его прибором никакой прибор не берет. Вы не родственников были? Не родственников. Нам сказали, что кто-то, кто будет. Я не очень люблю вашу передачу, простите. Какую именно? Ну вот, которую вы представляете. Вы простите, это ничего к вам лично, просто я говорю о формате. Скажи, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Денис Иванов. И кем вы являетесь здесь? Гарри Поттером. Я здесь просто гость на премьере. Ясно. А вы пошутили про Гарри Поттера? Да, конечно. Я испугался. Да-да-да, ничего, все хорошо. Сейчас палку достойте. Да, ничего, нет, все хорошо, не переживайте. Не могу вспомнить, кто вы вижу известное лицо и по состоянию кожи видно, что человек не бедный. Меня зовут Сергей Егоров. Известная история, что... ну, неизвестная, точнее, история, а такой распространенный миф, что Гоголя закопали якобы живым, что при перезахоронении он был перевернут. Есть такая легенда, да. Не кажется ли вам, что после выхода этого фильма он может еще раз крутануться? Ну, я не видел еще фильма, но думаю, что он будет спать спокойно, потому что я видел трейлер этого фильма, я знаком с авторами этого фильма. Я думаю, все будет прилично и на хорошем уровне. Ясно. Знаете, не хотелось бы быть сплетником, но поговорить, что Алексей Ивчадов на съемках частенько в туалет бегал, ну, и поэтому немножко роль получилась, ну, знаете, ну, чуть-чуть дерганый он как бы. Вот по трейлеру это ощущалось как-то? Да нет, не заметил. Не заметил. Не заметил? Нет. Тогда он... Что-что? У тебя насморк? У меня насморк, да, во-первых, минус 10 сегодня на улице, а во-вторых, человек бегал и в туалет. Ну, просто, ну, ладно, в туалет дай в туалет. И последний вопрос. Рифму на слово Гоголь. Гоголь. Тополь. Давай тополь.